МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С представителями культурных учреждений, с правлением и фракцией Весу-Латвии ТБДНЛ мы снова убедились, что решение премьера было необоснованным и даже неадекватным. Подлинная причина отставки, по мнению политика, стремление единства отомстить за жесткую позицию нацблока по приоритетам бюджета, поддержке рождаемости, увеличении финансирования культуры, отказу от программы видов на жительство. Национальное объединение обещает выдвинуть своего кандидата на вакантное кресло министра культуры в течение месяца. В среду заявил представитель партии Эйнар Целинскис. По его словам, партия не хочет торопиться. Глава фракции также добавил, что министр юстиции Янис Борденс, который в настоящий момент исполняет обязанности министра культуры, никаких концептуальных решений в культурной сфере принимать не будет, а оперативную работу министерства какое-то время способны выполнять чиновники. При партии Единства создана рабочая группа, которая готовит предложение по окончательному переводу всех общеобразовательных школ на латышский язык обучения. Возглавляет группу евродепутаты и экс-министр образования Карлис Шадурскис. В среду лидер Единства Солвита Абултани, напомню, дистанцировалась от данной инициативы, указав, что эта идея находится на стадии обсуждения. Между тем, советник Европарламентария Мартин Шланград сообщил, что группа работает над всесторонней детальной программой постепенного полного перевода учебного процесса в общеобразовательных школах только на госязык. Напомню, в свою бытность министром Шадурскис уже добивался перевода всех школ нацменьшинств только на латышский язык обучения, но в результате массовых акций протеста защитников русских школ был найден компромиссный вариант с языковой пропорцией 60 на 40, который действует в школах до сих пор. Как свидетельствует доклад Управления по делам гражданства и миграции о видах нажительства в обмен на инвестиции, который во вторник был представлен правительством, виды нажительства принесли Латвии более 400 миллионов латов. В целом, как отмечается в докладе, инвестиции за виды нажительства способствовали росту экономической активности и обороту денежных средств. Положительное влияние этой программы ощутили на себе отдельные отрасли народного хозяйства, главным образом финансовые секторы и рынок недвижимости. Прямую выгоду от инвестиций за вид нажительства получают также такие отрасли, как туризм, гостиничная индустрия, юридические услуги, страхование, управление недвижимостью, дизайн интерьеров, производство продовольствия и здравоохранение. Общество «Прогрессивный» начало на портале Monobals.lv сбор подписи за введение прогрессивной налоговой системы, в том числе за введение прогрессивного подоходного налога жителей с 2014 года. Общество предлагает ввести необлагаемый минимум в размере 150 латов и применять к зарплатам ставку подоходного налога в размере 15%. В случае, если зарплата выше 800 латов, к ней следует применять ставку подоходного налога в размере 25%, считают прогрессивные. В свою очередь, если зарплата больше 1500 латов, к ней нужно применять ставку подоходного налога в размере 30%. Также общество предлагает применять аналогичные налоговые ставки к другим поступлениям, например, к дивидендам при росту капитала. Жители Латвии бьют тревогу. За лето существенно подорожали повседневные услуги и товары. Об этом заявила в последнем опросе ЛНТ порядка 72% жителей страны. Латвийцы выражают озабоченность выявленным ростом цен и заявляют, что если так пойдет и дальше, то им попросту будет нечем кормить семьи. По мнению же аналитиков, столь быстрый рост цены товара повседневного потребления можно объяснить лишь тем, что Латвия собирается перейти на евро. Представители коалиционных партий не спешат выражать однозначную поддержку предложениям президента Андриса Берзинша по улучшению работы правительства. По их мнению, отдельные идеи заслуживают поддержки, но в целом законодательные инициативы главы государства требуют обсуждения. Партия «Реформ», например, поддерживает предложение Берзинша в той части, где говорится о конструктивном недоверии правительству, а также об отчете правительства парламенту. По мнению председателя нацблока Гайдиса Берзинша, обсуждение предложений главы государства может немного задержаться, так как сейчас сложилась напряженная ситуация в связи с принятием бюджета. Комментировать законодательные инициативы он пока не берется. Между тем, как сообщила руководитель юридической комиссии Сейма Илма Чепана, предложения президента получены и будут рассматриваться. Муниципальному предприятию «Рига Сатексме» поручено до конца будущей недели разработать план устранения недостатков в работе компании «Рига» с микроавтобусом «Сатексме», сообщил журналистом мэра Риги Нелушаков. Он после посещения РМС признал, что ситуация неудовлетворительная и компания не выполняет условия договора. На упорядочивание преддвижения микроавтобусов по всем маршрутам РМС может быть дано до шести недель. Дополнительный срок предприятие получит для того, чтобы обеспечить на всех маршрутах новые микроавтобусы. Если эти условия не будут выполнены, «Рига Сатексме» придется расторгнуть договор с компанией. «Не хочется, сразу скажу, разрывать договор, потому что возвращаться в предыдущую историю тоже нет смысла. То, что мы видели раньше в городе, и почему вообще было принято решение, это были старые разбитые машины, проржавевшие, из которых периодически выпадали пассажиры, и водители кутилили за рулем, и при этом никто не платил налогов. Это не нормальная ситуация. Никто не хочет в Риге видеть подобное. Но с другой стороны ситуация, когда мы видим автобусы с Wi-Fi, но этих автобусов просто не хватает, от этого Wi-Fi никому никакой радости тоже нет. Поэтому или «Рига Сатексме» сейчас договаривается со своими подрядчиками о плане, этот план выполняется, и тогда город нормально пользуется видом общественного транспорта, или договор разрывается». Напомню договор. С РМС Рижская дума заключила в январе сроком на 5 лет. Согласно договору, предприятие обеспечивает пассажирские перевозки повышенного комфорта в Риге по 35 маршрутам. В предусмотренные договором сроки до начала сентября компания не смогла выполнить свои обязательства. Маршруток в Риге недостаточно, и они не ходят по расписанию. Еще одна новость, связанная с общественным транспортом. Рига Сатексме постепенно переходит на систему, которая предусматривает, что пассажиры для того, чтобы войти в общественный транспорт или выйти из него, могли бы открывать двери сами при помощи специальных кнопок, установленных во всех транспортных средствах нового типа. Для реализации этого плана с 19 сентября Рига Сатексме начинает информационную кампанию. Нажми кнопку и открой двери сам, в ходе которой в общественном транспорте и на остановках пассажиров будут информировать о новой системе. О преимуществах новой системе МИКСТВ рассказал глава Рига Сатексме Леон Бемханс. «Эта система дает возможность открывать двери только тогда, когда это нужно. И открывать только те двери, которые нужны для захода или выхода пассажиров. Тем самым можно сохранить тепловой режим или летом, или зимой в салоне автобуса. Первое, что мы запустили, эту систему, чтобы она действительно работала, это на низкопольных трамваях. Два года мы смотрели, как это действует и какая реакция пассажиров. Там мы в течение этих двух лет не получили жалобы. Никто не жаловал, что это замедляет как-то или неудобно. То, что хорошо, тоже никто не писал, но об этом обычно никто не пишет. И на сегодняшний день у нас 66% таких транспортных средств, которые могут обеспечить такой режим работы». Отмечается, что из всех 880 транспортных средств, которые ежедневно обслуживают столицу, 587 или 66% уже оснащены специальными кнопками, которыми можно открывать дверь самостоятельно. С целью безопасности они не работают во время движения транспорта. Самым быстрым средством передвижения в Риге в часы пик признан велосипед, а самым медленным – автомашина. Это было выяснено в ходе специального эксперимента. В ходе эксперимента несколько рижан должны были добраться по возможности быстрее до пункта назначения, используя различные виды транспорта – автомобиль, общественный транспорт, велосипед и мотороллер. Первым финишировал участвовавший в эксперименте мэр Ригини Лушаков, который в 8.30 на велосипеде выехал с улицы Золи Тудес, 34 и добрался до центра за 22 минуты. Однако, как заметил мэр, если бы не соревнование, он доехал бы до конечного пункта на 5 минут позже. Одним из последних в эксперименте финишировал спортсмен Мартин Шплявинш, который стартовал с того же места и в то же время, что и у Шаков, но на автомобиле. На финиш он прибыл к предпоследним, а еще медленнее оказался троллейбус 27 маршрута. Эксперимент был одним из мероприятий Европейской недели мобильности в Риге. При сохранении нынешних тенденций миграции, рождаемости и смертности численность населения столицы, как и всей страны, продолжит сокращаться и к 2030 году может уменьшиться до 501 тысячи человек или на 24%. По данным ЦСУ, в начале 2013 года в Риге проживало 643,5 тысячи человек, и она была не только самым большим городом Латвии, но и всей Балтии, а также одним из самых крупных в Северной Европе. В 2012 году по численности населения Рига уступала только столице Швеции – Стокгольму, а третье место занимала столица Норвегии – Осло. Однако вскоре Рига может лишиться статуса второй крупнейшей столицы Северной Европы. Среди столиц стран Балтии Рига единственная, где естественный прирост населения отрицательный, тогда как население Стокгольма, Осло и Хельсинки продолжает расти. Сокращение населения Риги, как и всей Латвии, наблюдается с 90-х годов. В Риге эта тенденция выражена особенно сильно. Начиная с 90-х годов по 2013-й население столицы уменьшилось на 29%. В понедельник днем Рижане были встревожены и напуганы многочисленными машинами скорой помощи пожарных бригад, вертолета, а также полиции в районе порта. Заместитель главы службы неотложной медицинской помощи Мартин Шитц сообщил в интервью радиостанции «Болтком», что в столице проходили крупномасштабные учения по оказанию помощи большой группе пострадавших и ликвидации последствий химической аварии. Во время учения были отработаны мероприятия содействия службы пожарно-спасательной, отложенной медицинской помощи, муниципальной полиции и портовыми службами. Были отработаны элементы руководства места происшествия в привлечении большого количества бригад, в том числе условно из других районов, командной цепи. Вертолет был задействован как с труднодоступного места взять пострадавших в порт и отправить их в любой больнице, в конкретном случае в Гайлезерс. По словам Мартын Шишица, во время учений проверялась и готовность медиков больницы Гайлезерс оперативно принять и обследовать пострадавших в аварии людей. В пятницу в Даугово возле Мангольсалы было запущено полторы тысячи мальков осетров, выращенных в питомнике Тома научного института Биор. Балтийский осетр считается вымершим видом, и ученые намерены восстановить его естественную популяцию и способствовать нересту на Даугове. Идея восстановления этого вида в море принадлежит немецким ученым, которым позже присоединилась Польша, Литва и Латвия. Ну, дальше они должны пойти жить в море, так же, как и лосось, это, ну, у них одинаковый образ жизни, да. И через лет десять первый, может быть, вернется сюда назад на нерест. Они возвращаются на ту реку, которая их родная. И на данный момент эта река Даугово будет родной рекой. Это мероприятие сейчас примерно три тысячи лат стоит, ну, плюс работа, которая, конечно, ничего не оценивается, да. Работа огромная, чтобы вырастить такую рыбу. Ну, мы считаем так, что если человек с природой что-то взял, то он должен вернуть назад, да. Это было бы только правильно. Популяция балтийских осетров была уничтожена в основном из-за черной икры. Последнего осетра видели у берегов Эстонии в 1996 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова